И у нас украли, мы еще и еще им должны вернуть этот молодцы, этот придумать невозможно. Я с вами встречу не планировал. Ни на один вопрос ответа мы не получили. Вы верите, что вам деньги отдадут? Нет! Вы что так убираетесь-то? Что нужно, ОМОН вызывать, что ли? А вот логики-то нет никакой. По идее, это не в их интересах. Ну докажите тогда, докажите обратное. Я 33 года на железной дороге отработала, получила эти шесть окладов, положила, думаю, хоть на что-то жить. И что в итоге? Осталось без денег. Меня похоронить не на что, это как. Бабушке 85 лет, она вложила сюда 400 тысяч, мы с ней приходили, последний раз у нее нога отказала на нервной почве. Десятки жителей Слободского собрались около здания, в котором расположены кредитные кооперативы Альфа-Ресурс и Сириус. Все эти люди – вкладчики данных организаций, созданных еще в 2008 и 2009 годах. Офисы компании расположены также в Кирове, вот в этом бизнес-центре на Карла Маркса 21 и в Белой Холунице. Схема была простая. Человек заключал договор и вносил деньги. Учредители организации забирали эти средства и использовали их. Выдавали кредиты другим людям и фирмам. Взамен обещали, что на вклады будут начисляться и выплачиваться проценты от 8 до 12 годовых. Поначалу так и было. Однако с декабря прошлого года, по словам вкладчиков, деньги перестали поступать на их счета. Учредители заявили – средств нет. Денег нет, нет. Подождите, 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 подождите. Чего ждать-то? Мы гробовые деньги свои положили. Мы же экономили, ложили деньги на черный день, давали, где у детей деньги? Сколько у них денег перестали? 60. Тысяч? Да. А я 230, и еще проценты не заплатили, еще десятка. Банк эти деньги отожмет и не заметит даже. Я никому не нужна. А похоронители меня не похоронят, они меня дома оставят. Они даже не вспомнят, что такая дура была, что к ним пришла. Они мне сказали, зачем вы несли нам деньги? Зачем? Вы же несли-то не в банк. Она так и говорит. Я говорю, мы откуда знали, что вы у нас займы берете кучей, а потом нам отдаете по копейкам. Чего меня интересует? Они ведь вот 6 лет платили нормально. Чего сейчас-то случилось? Когда успели так украть, что уже вернуть невозможно. Теперь пайщики обивают пороги различных инстанций и судятся с учредителями кооперативов. Люди обращались в полицию Слободского, УМВД региона и России, Следственный комитет и прокуратуру всех уровней. Даже до администрации президента дошли. Говорят, везде один ответ. Состава преступления нет. А пайщики еще и денег остались должны. Получили отписки в связи с тем, что, согласно законодательству, все данные, наши заявления были перенаправлены УМВД Кировской области. А УМВД Кировской области все это заявление перенаправило в полицию города Слободского. Полиция города Слободского дела принимает, заявление принимает. Но на данный момент уголовное дело не возбуждено. Мы уже судимся, вот с сентября месяца. Я еще должна 105 тысяч 256 рублей. 17 июля 2021 года Альфа-ресурс провел собрание. Якобы мы там приняли решение о том, что мы возмещаем убытки, утвержденные протоколом номер 2. Но на собрание никто приглашен не был. А они покупали здания везде, все, и где деньги, они наши, извините, протыркали. И мы сейчас еще им должны. Это как называется? Это свинство. Подал в суд на Альфа-ресурсы Сириус и Центробанк России. Вкладчики говорят, в работе организации были найдены нарушения, в том числе уклонения от уплаты налогов. В итоге по решению Фемиды организациям запретили функционировать. Сейчас они находятся в стадии ликвидации. Самое интересное, что учредители кооперативов семейная чета Тимофеевых и состава этих самых учредителей вышли. А Станислав Тимофеев стал председателем ликвидационной комиссии. На мой вопрос, почему кооперативы закрываются и где деньги, ответил, что закрыл их Центробанк. А у компании возникли временные финансовые трудности из-за ковида. Деньги не лежат в ящике. Мы их не поливаем, как цветочки, они не растут. Плевает, плевает! Ввиду ковидных ограничений, были ряд кредитных каникул, у кого-то отсрочка была, и поступлений стало намного меньше, чем мы выдаем. Планируем исполнять решение суда. Мы будем ликвидировать кооператив и выплачивать всем денежные средства. Я написала заявление, вы мне даже проценты перестали платить. На каком основании? Я не нарушила условия договора, нарушили вы. Назовите хоть одну фамилию, назовите, кто получил полностью вклад. Когда организация ликвидируется, ее просто в жизни уже не существует в мире. И уже нет кому будет предъявить претензии, если вы хоть не получите деньги. А деньги, скорее всего, большинство не получит, просто их не хватит. Мало того, вкладчики заявили, что 60% кредитов Тимофеева выдавали сами себе и фирмам, относящимся к ним же. Поэтому денег в кооперативе теперь нет. Выдавал крупные кредиты таким физическим лицам, как Тимофеев Станислав Владимирович, Тимофеева Ирина Сергеевна. По 20 миллионов. В течение года по 41 миллиону они сами себе выдавали кредиты. Это правда, что вы выдавали? Какая разница, кому выдавать из членов кооператива денежные средства. Эти кредиты были заведомо невозвращаемые. У нас есть определенные должники, которые выкладывают негативную информацию про кооператив, которые не хотят, чтобы он дальше работал и создают панику. Они никого конкретно называть не будут, пусть это останется на их совести. Не пайщики виноваты. Все-таки, я думаю, виноват человек, председатель кооператива. Это признаки пирамиды, когда первые годы работает, все хорошо, хорошо, хорошо. Чем дальше, тем как бы это, ну, начинается ухудшаться и к концу пирамиды все разваливается. Вот товарищ очень умный, хороший. Полгорода обманул. Как жить-то после этого будете в этом городе-то? Не стыдно. Из-за того, брата Ланина, вы дали кредиты по 40 миллионов и довольны, да? Бессовестные. Как вы, людям, глаза-то смотреть будете? Как? Как вы жить-то дальше будете с этим? Бог вас накажет за это. Впрочем, одними криками делу не поможешь. Я решила обратиться к юристу. Эксперт дал несколько советов. Во-первых, стоит обратиться с жалобой к финансовому уполномоченному России. Во-вторых, продолжать писать заявления во все возможные инстанции. И самое главное, с помощью голосования вкладчикам стоит отменить процедуру ликвидации и заменить ее на банкротство через арбитражный суд. Так шансов вернуть деньги будет больше. Тем вкладчикам, которым не были выплачены деньги, им надо обязательно исполнительные листы предъявлять председателю данной ликвидационной комиссии, чтобы у организации вот этой альфа-ресурс не было возможности с нулевым балансом ликвидироваться. При введении процедуры банкротства назначается конкурсный управляющий, который будет независимым лицом. Процедура банкротства – это тот инструмент, при котором участники, то есть учредители, иными словами, да, вот этого кооператива, они могут быть привлечены к субсидиарной ответственности и лично отвечать по долгам. К слову, в УМВД и прокуратуре поспешили обрадовать вкладчиков. В отношении кредитного кооператива «Альфа-ресурс» уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере» возбудили еще в октябре прошлого года, по Сириусу, 14 марта. В рамках данного уголовного дела в помещениях кредитно-потребительского кооператива были проведены обыски, опрошены должностные лица, изъята бухгалтерская документация, в настоящее время назначены бухгалтерские экспертизы. Также арестовано имущество кооператива. После проведения экспертизы будет принято решение о привлечении к ответственности должностных лиц. При этом срок расследования уголовного дела составляет два месяца, однако по факту разбирательства по таким запутанным историям могут длиться годами. Что ж, вкладчикам «Альфа-ресурса» и «Сириуса» стоит набраться терпения, а всем остальным помнить, бесплатный сыр только в мышеловке. Финансовые пирамиды лишь имитируют выгодные вложения. Рано или поздно организации закрываются, а вкладчики остаются ни с чем. Редактор субтитров А.Семкин